Когда же заканчивается плохое, то есть порнография, и начинается хорошее, то есть искусство? Художник может быть виноват тем, что он кого-то заразил своим грехом. Как вы смеете? Это же просто непристойно, это же просто неприлично, это же просто недостойно христианина. Господи, благослови меня нарисовать обнаженную женщину, и у вас херест у вас остановится, понимаете? И ты сразу такая мысль, лучший пейзаж. Поделюсь с вами болью, отец Федор. Не так давно имел неосторожность создать весьма своеобразное произведение современного искусства. Оно вызвало восторг у подавляющего большинства людей, которые меня окружают. Старинная доска из сгоревшего дома 19 века, художественно покрытая битумным лаком еще для пущей красоты и темноты. И несколькими тысячами гвоздиков на этой доске выбит силуэт обнаженных женщин. Мне показалось это интересным. Холодные, острые, неприятные гвозди, при этом отойдешь подальше, там нежный образ, и все это на доске 19 века. Круто, и возможно, наверное, даже будет выставка, и потом я продам это еще за большие деньги. Ну, то есть, прикольно. Тем временем в меня полетело несколько камней от людей, которых я уважаю, и чье мнение для меня важно. Суть их месседжа была следующая. Как вы смеете? Это же просто непристойно. Это же просто неприлично. Это же просто недостойно христианина. Я не стал как бы кривить рот и говорить, дураки, вы все не понимаете художника, но я решил спросить вас. Это действительно понятно, что у меня не было желания соблазнить, совратить с пути истинного. Это не было попыткой попробовать себя на ниве порнографии. Вовсе нет. Это была попытка создать произведение искусства. Ну, вот вопрос. Я здесь переступил черту, которую не стоило переступать, или же ничего предосудительного я не сделал? Вы знаете, если вы создали произведение искусства, которое может ввести в соблазн другого человека и послужить в нем источником блудных переживаний, то это поле вашей ответственности и исповеди, безусловно. Это грех. Господь об этом очень резко сказал, что кто соблазнит одного из малых всех, жертву на камень, на шею. Лучше бы ему вот так вот и в пучине морскую. Потому что художник это человек, который берет что-то очень, может быть, даже обычное и понятное и делает это настолько, насколько ему дан дар видеть острее других, делает это настолько впечатляющим, что это действительно может впечататься, впечатлиться в человека и начать ему мешать жить. К сожалению, мы сейчас живем в ситуации, когда зрительно зафиксированный грех против седьмой заповеди, искушающий человека, он стал нормой. Сейчас? Ну так, сейчас, да. Сейчас это стало нормой, стало абсолютно доступно. Я был в Пушкинском музее, это не сейчас. Это еще с 18 века у нас такая трагедия. Не с 18 века, это эпоха Возрождения. Ой, да там вообще было тогда. Это, нет, если вы хотите погрузиться, давайте погружаться. Так вот я и хочу понять. Христианское искусство, если вы возьмете его от начала, от, допустим, фресок в римских катакомбах, если вы по нему пройдетесь, то увидите, что тогда, когда христианство было в силе, когда люди рождали великих святых, когда люди в основном свои, все грешны всегда, но все-таки жили этим стремлением к небу, христианское искусство всегда было очень целомудренно и скромно. Даже тогда, когда люди вынуждены были по сюжету изображать обнаженные тела, крещение Господня, Адам и Ева, изгнание из рая, мученики, допустим, убиваемые, это все равно всегда было абсолютно целомудренно. Оно никогда не было эротично. Оно в себе вообще не несло этого налета. Никак. Вот вы не вспомните. Вы возьмите, я не знаю, там, мозаики Сан-Марко, например. Вы возьмите, не знаю, изгнание из рая, там, Мазача, например. То есть, все, что до возрождения, все абсолютно целомудренно. Ничто не может, все сделано так, что оно не может родить в человеке молящимся перед этим образом, потому что тогда была эта главная цель изображения. Не может родить в нем похоти. Возрождение, которое для нас за последние 200 лет стало как бы вершиной, человеческого искусства, вот возрождение принесло обратно взгляд на человеческое тело без духа и без христианского отношения к этой пирамиде человека. Хотя, работает там Рафаэль, Микеланджело, Леонардо, Пентурикио, не знаю, они, Боттичелли, они не эротичны совершенно. Возьмите скульптуры. Нет, они не эротичны. Можно я сразу как бы уточню? Предположим, вот здесь сидит какая-нибудь красивая девушка. Человек, который здоров в духовном плане. Ничего эротичного в ней не увидит. Что он скажет? Ну, прекрасная девушка сидит, слава богу. А человек больной на всю голову скажет, ой, она меня искушает, она слишком красивая, у нее, вон, смотрите, какая фигура. Разве проблема не в смотрящем? Хорошо, давайте скажем так. Каждый человек являет из себя с христианской точки зрения пирамиду, где есть телесная составляющая и духовная. Телесная составляющая должна быть в подчинению духовной. Вот, если мы все вспомним, недавно мы слышали Великий Покаянный Канон, да и там Андрей Критский, обращаясь к своей душе, говорит, покорила свое неработное достоинство душа мое телу. То есть, у нас не должно быть так, что мой дух делает то, что хочет моя плоть. Плоть должна подчиняться духу. Но плоть при этом, поскольку мы все разрушены грехом, она живет своей жизнью. И задача моего духа держать ее в подчинении, чтобы она не сожрала мою духовную жизнь, чтобы она не стала чудовищем. Понимаете, вот у Сергея Фуделя, у Иосифовича, прекрасный совершенно образ, он говорит, если у вас под столом сидит собака, вы ей кидаете кость, когда вы поели, в ее миску, она с благодарностью ее ест и лижет вам руку, она на месте. Если она запрыгнула на ваш стол, хлебает из вашей тарелки, а когда вы пытаетесь остановить, кусает вас за руку, она не на месте. Вот плотская жизнь человека, она должна быть там, понимаете, под столом, она должна быть в подчинении. И если я как художник что-то создам, что будет искушать человека, то я, конечно, согрешу. Если сидит скромно одетая девушка, это одно. Если сидит девушка вызывающе одетая, или вообще раздетая, как на картине, это совершенно другое. Но повторюсь, что вы, пока люди молятся, пока человек создает образ для молитвы и понимает, что такое молитва, он не будет создавать образ, который будет в человеке похоть. Ну, вспомните, я не знаю, оплакивание Монтейня, вспомните картины Беллинии, все-таки высокое возрождение, домонейеризма, там, не знаю, расстрел, сколько сюжетов, точнее, какое огромное количество художников вы рисовали с того Себастьяна, расстрелянного стрелами, именно пытаясь показать красоту человеческого тела. Все-таки оно еще, все-таки оно еще совершенно не эротично. Или там Адама, Ева, Альбрехта Дюрера, например. А вот дальше, когда человеческое сознание, сознание художника полностью отрывается от христианских целей искусства, искусство становится само по себе, там, конечно, эти задачи уже уходят на второй план, на первый план выходят другие задачи. Как понравиться дорогому заказчику, богатому заказчику. Знаете, ну, приведу вам параллельный пример. Например, в домовой церкви, по-моему, Елизавета Петровна пели литургию знатные певцы, высокопрофессиональные, на мотивы современных им европейских опер. То есть, задача была не спеть слова о Христе, о его жертве, а задача была послушать красивую музыку в этой форме данную. Понимаете, меняется цель. И, конечно, за это человеку приходится отвечать. Мы все помним притчу, я думаю, вы тоже ее помните, о том, как убийца и писатель попали на суд после своей смерти. И убийца оказался глубоко-глубоко в аду, а писателя вроде нет. Прошло сто лет, убийца поднялся значительно выше, где не так горячо, а писатель опускался все ниже-ниже. Он спрашивает у работников этой структуры, а в чем дело? Он говорит, ты знаешь, тебя все простили, потому что они все умерли, никто не желает тебе зла. А его книги продолжают читать, и он продолжает соблазнять людей. По этому поводу вспоминаю еще один случай из своей жизни. Один из любимейших храмов в Черноголовке, который восстановил полностью Царствием Небесным, про Террия Вячеслава Перевезенцева. И в притворе там было как раз изгнание из рая. А фреска, которая вызвала как-то бурное негодование у ряда прихожан в силу того, что Адам и Ева там были изображены явно обнаженными. И это почему-то смутило. Мне безумно понравилась эта фреска, она какая-то в силу своей открытости, она вот прям в самое сердце, что называется. Ну вот такая она. Я считаю, там рыбы какие-то были нарисованы, какие-то животные, они тоже трогали до глубины души. Ну вот Адам и Ева было очень мощно. И я тогда как-то удивлялся тому, что это может вызвать у кого-то какие-то чувства. Это храм, это изгнание из рая. И если кто-то видит в этом что-то дурное, то ему надо лечиться. Разве нет? Это немножко другая проблема. Вы знаете... Это же самое. Нет, не та же самая. Повторюсь, вы можете найти очень большое число раннехристианских, достаточно там начиная с 7 века, мозаик, где будет изображен ногой Христос в водах Иордана. И ничего, никаких ассоциаций ни у кого вызывать не будет. Он так изображен, потому что его изобразил чистый и абсолютно целомудренный человек, который умеет видеть плоть другого человека и не соблазняться. Как ребенок бежит по пляжу трехлетний, голенький, он совершенно все равно, понимаете. Кто там загорает, как. А идет человек развращенный, взрослый, ему не все равно, кто и как одет или раздет на пляже. И вот так и здесь. А если такой художник... Я не видел фреску, которую вы упомянули. Я просто слышал много раз, что это очень красиво восстановленный храм. Очень красиво. У нас есть прихожане, которые там воцерковлялись и много лет были очень благодарны и отцу Вячеславу, этому храму, и общине этого храма. Вот. То тогда люди, которые соблазнились, если там изображены они, как это было принято, иконописно, люди просто подошли по формальному такому признаку очень. В конце концов у нас Господь изображается распятым, обнаженным, только в одной бенобедренной повязке, понимаете. И это ведь никого не смущает. Повторюсь, иконы должен рисовать человек навыкший и искуснейший в молитве. Почему? В иконописцы посвящали. Почему? У нас очень много святых иконописцев. Потому что человек свидетельствует об опыте. Он знает, каков Христос, какова Богородица. Он, да, блаженный, чистый сердцем, потому что они Бога узрят. Он очистил сердце через борьбу с помыслами и через молитву он знает, что говорит или что он пишет. Такой человек никогда не напишет что-то, будящее в человеке похоть. Он по-другому это изобразит. Он будет, как врач, относящийся к телу страдающего человека, который видел уже сотни раз, понимаете, и при этом он совершенно его никак это не касается. Он не заражается этим грехом. Вы знаете, вот может быть такую параллель проведу священник, который давно исповедует. Вот он уже слышал все, что только можно. И он о себе знает очень много гадостей. Он сам постоянно ездит к своему духовнику и кается. Большинство священников так живет. Поэтому его не искушает грехом никакой рассказ. Он сопереживает кающемуся человеку, он болеет. Он знает, что он тоже болен. Может быть, чем-то другим, но точно так же болен. Так же нуждается в спасителе, потому что погибает. И он ему сопереживает как больному человеку. Может ли такой человек рассказывать то, что он слышал на исповеди, как похабные анекдоты? Никогда. Это значит, он искушен? Искушен по-русски, по-славянски искусен. Вот искусство, конечно, когда человек был погружен, допустим, может быть, даже не проигрывая во зло, это то, что должен был Адам в раю делать. Он должен был познать добро и зло, не прикасаясь к дереву, познание добра и зла. Это и было познание добра по-настоящему. Когда сатана его искусил и сказал, вкуси от этого плода, и ты будешь, как боги, знающий, что такое добро, он его обманул. Понимаете? Поэтому мы знаем о том, как страшен алкоголизм или наркомания или блуд, вполне, на самом деле, не погружаясь в них. Но священник искушен, потому что он слушает слова и становится свидетелем опыта людей, которые в этих страшных безднах были. и если он защищен любовью, состраданием, то это его не ранит, но он действительно начинает знать, как врач. Ему не обязательно, чтобы у него были ноги переломаны во всех местах, чтобы лечить переломы человеческие. Вот так и здесь. Но, повторюсь, искусство разной эпохи, если мы возьмем искусство, чем больше сообщество христиан действительно живет по-христиански, тем внимательнее они относятся к тому, как художник пишет, и, соответственно, заказчик не может заказать так, даже если он сам развратный человек, как бы ему хотелось. И, соответственно, художника также воспитывают. И получается христианское искусство. Мы некоторое время назад с женой были в квартире музея Родена в Париже. И там в одном из залов очень красивом с таким эркером круглым в центре стоит знаменитый поцелуй Родена. Вот эта скульптура очень красивая, потрясающая. Очень долго стоял, возле нее смотрел и думал, вот странно, сама скульптура не вызывает никакого сомнения, искушений, это просто красота в чистом виде, воплощение красоты. Но при этом, если бы тут в точно такой же позе, точно такие же были мужчины и женщины, в точно такой же одежде, отсутствие одежды, вот они были бы так же, это была бы уже порнография. Я думал, когда же заканчивается плохое, то есть порнография, и начинается хорошее, то есть искусство, в какой момент? Я не могу ответить на вопрос, это очень предметно, и это, наверное, на этот вопрос может ответить только каждый художник, если он христианин, что он может делать, а что не может. И я могу сказать, что слышал много раз сожаления от художников, пришедших к вере, за те работы, которые были сделаны ими в молодости, и которые вполне себе искушали человека похотью, и они уже им не принадлежали. И это составляло предмет их боли христианской. Вот поэтому художник тоже, вообще, как и каждый человек, семья вчерашнему неравен, мы призваны к этому, призваны меняться. Но художник может быть виноват тем, что он как будто заразил своим грехом. Понимаете, и он же ведь художник износит свой внутренний мир. Вот я помню, знаете, совсем не об этом, помните, была выставка Левитана всего в доме художника на Москва-реке, на Крымском валу. И я, мы потерялись там с детьми, я вышел раньше, чтобы их ловить, и я просто смотрел на лица людей, которые выходят. Это были лица совершенно просветленных людей, которые вкусили и были причастны к восторгу Левитана от красоты Божьего творения. Умиротворенные, молчащие, погруженные в себя, со светящимися глазами. Ну вот, после выставки Серова ничего подобного не было, хотя это тоже великий художник. Понимаете, все-таки художник, да, как в Евангелии сказано, что человек износит, книжник износит из сокровища сердца своего доброе и злое, что там есть. И художник выплескивает то, что у него есть в сердце. А художнику иногда дается сказать больше, чем он понимает сам. Мы это знаем. Действительно, это дар Божий такой. И способность творить, это одна из граней образа Божьего в человеке, который, кстати, вот интересно, по мыслим великого богослова Максима Исповедника нет даже у ангелов. Поэтому сатана, он и называется обезьянный бог, он может только искажать и копировать, извращать, он не может ничего создать нового. Вот человек, творя, и будучи подобен Богу, он выносит то, что есть. Если он греховен, если он пропитан этим мыслям, он это и будет выносить. Это неизбежно. Поэтому ответственность художника, конечно, очень велика. Безусловно, велика. И прочитать вашу картину как аллегорию того, что будешь смотреть на красивых девушек и как гвоздей острых наешься, если так ее прочитать, тогда, наверное, это спасительно. А так, конечно, надо быть очень осторожным. То есть, вы, отец Федор, своих прихожан не благословите посетить Пушкинский музей, Эрмитаж, Третьяковку. Ну, что вы? Ну, там много всякого порочного. Ну, вокруг нас очень много всего разного. Мы, христиане, живем в этом мире. Мы должны разбираться с этим. Мы должны что-то впускать в себя, а что-то не впускать. Это, это наше дело. Это наша работа. Понимаете? И, как бы, здесь, нет, я сам, я люблю искусство. Ну, просто есть вещи, которые для меня приемлемы, есть, которые не приемлемы. Но в Эрмитаже, знаете, вот последний раз, когда я там был, там очень много народу. Там есть две вещи, Леонардо. У них всегда стоит несколько человек. Там есть самое посещаемое место, это Павлин, который машет крыльями, золотой, помните, по часам. Но самое толчее, там, в зале Рембрандта. И у картины «Возвращение блудного сына», ну, я не высокого роста человек, но мне, чтобы подойти, и спины разошлись передо мной, мне понадобилось десять минут. Все-таки, понимаете, в искусстве человека влечет духовные, настоящие правды о Боге. И художник может донести иногда такие вещи, которые другой не донесет. Ну, вот фильм «Страсти Христова» Мэла Гибсона. Я его не смотрел, принципиально, чтобы он мне не мешал на молитве. Я тоже не смотрел. Да, но я знаю, какое огромное количество человек совершенно по-другому прочитали Евангелие, и совершенно по-другому вгляделись в Христа не только как Бога, но и как страдающего человека после этого фильма. А ведь это известный сюжет. Вспомните, был такой знаменитый автор Северного Возрождения Грюнвольд. У него есть знаменитые алтари, он всю жизнь зарисовал распятого Христа зеленого цвета, с вывернутыми в суставах руками и ногами, изодранного, с воткнутыми шипами, оставшимися в нем, с рубцами отпорки. Это ведь то же самое, что своим языком через 500 лет сказал гипсом, понимаете, вот что может искусство, искусство может показать страдающего Христа так, теми средствами, которыми сегодня художнику доступно, чтобы человек пришел в себя. У меня, знаете, был потрясающий случай, у меня жена с дочкой гуляли однажды, мы живем за городом, дочка учительный режиссер, они что-то свое такое обсуждают, и вдруг они видят мигранта слегка нетрезвого, немножко нетрезвого, но, видимо, образованного человека, мусульманина, который подходит к ним, он не просит у них денег, он говорит им, а вы видели, как он страдал? Вы видели фильм? И начинает говорить весь в каком-то религиозном восторге, начинает говорить о Христе, о его страданиях, понимаете, какое впечатление на этого человека произвел этот фильм, при том, что это очевидно мусульманин, и человек иноземец, понимаете, почему, но он говорит о том, что его потрясло, картина может потрясти, икона может потрясти еще сильнее, мы, например, знаем впечатление про Трея Сергия Булгакова, у него они записаны, от Сикстинской Мадонны, первый раз, когда он ее увидел, когда он от своего коммунизма только приходил к вере, и через несколько десятилетий, когда он ее снова увидел, уже священником, молящимся человеком, после того, как он увидел иконы, это совершенно другое отношение, но искусство может очень много, зачем рисовать то, что может соблазнить, если вы через искусство можете спасать людей, и будить их, показывать им совершенно другие горизонты, какие задачи вы себе, как христианин, ставите, как женатый христианин, я бы даже сказал, понимаете, зачем вам это, не нужно, зачем вам рисковать, если у вас есть дар, служить и спасение у ближних, какие задачи, создать что-то, чего никто не создавал, открыть новые горизонты способов и средств изображения, сродить у человека какие-то переживания, которые он никогда не испытывал, чтобы человек подошел, посмотрел, а потом прикоснулся, удивился, отошел и посмотрел снова, ну, то есть, у меня есть какие-то задачи, там нету среди них, совратить человек с пути истинного, чтобы он потом пошел, сразу блудить начал, вовсе нет, ну, разумеется, вас никто в этом не подозревает, но, вы знаете, есть какой хороший очень способ, я все о том же, помолиться, господи, благослови меня нарисовать обнаженную женщину, и у вас, хелюсть у вас остановится, понимаете, и ты сразу такая мысль, лучший пейзаж, или что-нибудь еще. Постскриптум, а красота в глазах смотрящего? Ну, конечно, да, умение видеть красоту, это вообще благодарный навык верующего человека во всем, но игре в глазах смотрящего, понимаете, вот, и если вам, как художнику, дано пробираться глубже в душу зрителя, чем другому человеку, будьте очень осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok